День, в который почитается покровитель престола в храме, называют престольным праздником. Такие дни особо любимы православными. 19 декабря Кафедральный собор Ейской епархии отмечал престольный праздник святителя Николая, чудотворца Мирликийских. Накануне вечером настоятель собора, епископ Ейский Тимошевский Герман, отслужил всеночное бдение. Радость праздника прибыла разделить духовенство Ейской епархии. В память чудесного насыщения Христом пяти тысяч людей, пятью хлебами, владыка в молитве просит Бога осветить хлеб, елей и вино. Важнейшая часть вечернего богослужения – шестопсалмия. Чтец от лица всех присутствующих изливает великую скорбь души, просит Господа указать путь, по которому следует идти христианина. Праздничная служба перешла к утренним. Соборно был прочитан Акафист святителю Николаю. А затем молящиеся приложились к Евангелию образу святителя Николая, мощевику. Архиерей крестообразно помазал чело каждого елеем, специально привезенным им из итальянского города Бари, от мощей чудотворца Николая. 19 декабря при большом стечении православных верующих епископом Германом в сослужении епархиального духовенства была совершена праздничная божественная литургия. Общее дело – так переводится с греческого слова «литургия», во время которого совершается Евхаристия – Таинство Причащения. «Владыка жизни преподает себя самого в пищу и питье верующим в Него и в избытке дает жизнь причастникам своим. Наша божественная литургия, и в особенности Евхаристия, есть величайшее и постоянное откровение нам любви Божией». Так говорила литургия святой праведный Иоанн Кронштадтский. После божественной литургии было совершено славление с чтением молитвы святителю Николаю. А затем Владыка обратился с архипастерским словом. «Сегодня память святителя чудо-форца Николая, святого, которого знают, наверное, почти все люди на земле. Мы сегодня пришли в храм, чтобы святителю Николаю попросить тоже каких-то о реализации каких-то своих планов. Очень мало людей, кто в своей жизни, строя какие-то планы, находит вот в этих всех планах место для Бога. Поэтому, когда мы обращаемся к святителю Николаю, о чем-то просим, подумаем о том, что мы просим, оно угодно Богу. Есть ли там место для Бога? Или мы будем поглощены реализацией своих всех затей? Если мы будем помнить об этом, то, наверное, и святитель Николай будет нам помогать. Потому что в своей жизни, в его жизни, он, прежде всего, оставил по главу угла человека. Его немощи, его просьбы, его страдания, его лишения. И он всем помогал. И пусть по молитвам святителя Николая Федотворца, прежде всего, мы спасли свои души. И пусть хранит нас Господь по молитвам святителя Николая Федотворца. Святитель, отче Николай, моли Бога о нас, грешность. Аминь. Праздник. В 2018 году, во втором полугодии, социальный отдел ЕСКО-Тимошевской епархии выиграл грант на помощь материнству, детству, женщинам, оказавшимся с детьми в сложенной жизненной ситуации, тем, кто стоит перед сложным выбором сделать аборт либо оставить ребенка, находясь не в менее сложной жизненной ситуации. Сам грант синодального отдела направлен на организацию домов, приютов для мам, для деток, для организации профилактической работы, мотивационных материалов, которые служили бы для оповещения населения, направлено на социальную поддержку таких семей, таких мамочек, будущих мамочек, чтобы, главным образом, они удержались от такого страшного шага, как это убийство. В 2017 году отдел социального служения ЕСКО-Тимошевской епархии уже становился обладателем грант-синодального отдела. Средства были потрачены... ...на создание склада гуманитарной помощи, оказавшимся женщинам в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям и всем тем, кто находится с детками в зоне риска. Склад успешно запущен в работу, грант получен, средства распределены, были закуплены не только необходимые средства для успешной деятельности склада, те средства, которые необходимы для первой жизни малышей. Это и детское питание, это и памперсы, это детское белье, средства личной гигиены, все то, что необходимо тем, кто встал перед сложным выбором в сложившейся сложной жизненной ситуации. На практике действует все очень просто. Человек приходит, обращается в гуманитарный склад данный, либо к руководителю отдела, либо к его помощникам, пишет заявление, это заявление в кратчайшие сроки разбирается, и человек не проходит, даже и в суток человек уже получает ту необходимую помощь, которая ему нужна на данный момент. Обращаться для получения помощи гуманитарного склада нужно в храм архистратига Божия Михаила города Ейска, к руководителю отдела, то есть ко мне, либо к тем моим помощникам, которые со мной сегодня осуществляют по благословению нашего священноначальния Владыки Германа эту деятельность. Число обращений не регламентируется, у человека есть потребность, мы это знаем, и поэтому всегда готовы оказать помощь тем, кто в этом нуждается. Поэтому обращаться можно по мере того, как требует того действительность. В Ейской епархии состоялось годовое епархиальное собрание. На собрание прибыло все духовенство епархии. Перед работой был совершен молебен на начало всякого доброго дела, которое возглавил епископ Ейский Тимошевский Герман. По традиции перед собранием нашим ежегодным мы совершаем молебное пение и спрашиваем Господа благословения на предстоящее наше совещание. Участникам собрания была представлена выставка детского творчества. Основная часть собрания была посвящена отчетному докладу правящего архиерея Владыки Германа о жизни и деятельности Ейской епархии в 2018 году. По милости Божией и общими усилиями мы исполняем свое искужение и свой долг, несмотря на различные препятствия, трудности и искушения. Для всех нас 2018 год останется памятью не только как год пятилетия епархии. Самое значимое событие уходящего года визит Сидейшего Патриарха Московского и Северуси Кирилла в пределы Ейской епархии в город Ейск. Согласно повестке дня выступили настоятели строящихся кафедральных соборов Ейской епархии. В этом году выполнено, залито 32 из 42 опорных колонн собора. Это и центральные четыре столпа, это колонны в стенах, поскольку здание будущего собора является по сути не кирпичным, а монолитно-каркасным. Высота верхней части колокольни 40,5 метров, нижнего центрального купола 31,5 метров. Далее длина пансион 33 метра и ширина 21 метр. Площадь верхнего храма 450 квадратных метров, столько же и нижняя. На собрании был принят документ положения об архиерейской грамоте Ейской епархии. Протеерей Алексей Самойленко осветил вопросы распространения в приходских церковных лавках книг и брошюр и развития церковной библиотечной сети. Впереди Новый год, плодотворная работа! Летняя печь по-казачьи называется Кобыца. Если в хате печь топили зимой, осенью, весной, то полгода на Кубани тепло, и в это время печь топили на улице. Печь устроена дымоход, пекло, как его раньше называли. Есть даже такая пословица «Не лезь поперед, батьки, в пекло». Дело в том, что когда казаки работали в поле, многие детишки, не дожидаясь их, лазили в пекло, чтобы достать картошки, или когда что-то готовилось в чугунке, хлеб пекся, вот что-то взять для себя. Обычно их за это наказывали, грозили им пальцами, говорили «Не лезь поперед, батьки, в пекло». Ухват или рогач, как его называли. Нужен для того, чтобы взять чугунок и посадить в печь или отнести его, перенести куда-то. То есть вот так использовали ухват. Для чугунков поменьше использовался маленький ухват. Это лопата для хлеба. То есть ложили на лопату хлеб и в пекло отправляли его, чтобы он упекся. Я когда смотрю на этот предмет, мне всегда вспоминается сказка про гуси-лебеди. когда баба-яга пыталась Ивашку зажарить в печи, а он все неправильно садился, тогда она сама показала, как нужно правильно сесть на эту лопату, а он ее отправил в печь. Вот такая, такой предмет из сказки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова